Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов. Напоминаю, что мы выращиваем хвойные растения, сеянцы, саженцы сами и отправляем по регионам через наш интернет-магазин, через сайт, ссылка будет в описании. Ну сегодня у нас ролик, я не знаю даже просто рабочие моменты, посмотрим как тут на питомнике обстоят дела с сеянцем, который ушел под снег и вообще что тут происходит. Снег идет день через день, поэтому то тает, то опять выпадает. Ну что, поехали! Итак, пойдемте посмотрим в теневик, прям снег-снег. Ели у нас коника, тут заходил, с людям снимал, чистить тут бессмысленно, пока что все не растает. Да, был вопрос по поводу сетки, снимаем ли мы ее сверху? Да, сверху снимаем, все уходит под снег, под снег уходит даже маленькие сеянцы. Сейчас мы посмотрим, ну здесь в принципе все как всегда, все очень завалено. Так, эта пихта как каской у нас, тут по снегу, затрывать ее не буду, она очень глубоко в руках лазит, пока все не оттает, мы соответственно ничего отправлять не будем и выкопка невозможна. Здесь у нас притянена туя, потом, ну здесь у нас двухлетка, сейчас посмотрим, двухлетку, которая сейчас на сайте стоит, возможно будет подорожание ее, но пока что даже не отруешь, ну здесь во-первых опасно так делать, мы не будем тревожить, можно видеть, вон она, видно вот почка там внутри, ну пока этот весь снег, лед, не пойму что, не сойдет, поэтому здесь делать в принципе нечего, вот как чувствует себя туйка под сеткой, ну довольно нормально, но это двухлетка, я ее рассаживать буду, она пока что ее в продаже нет, и будем продавать трехлеткой, но в этом году я думаю посеемся, посеемся очень хорошо, семян было много по туи, по крайней мере, пойдемте, до сосны сходим, до черенков, посмотрим как дела там у них, не смотрите, что так темно, во-первых, уже вечер, во-вторых, и цвет как бы елка не дает, во-вторых, зима, ребят, зима, после зимы, к весне все расцветет, будет пахнуть, нам бы сейчас добраться до того теневика, сетку посрывала, ну это мы будем, мы будем натягивать ее, когда погода устаканится, хотя бы, да, тут трудновато ходить, если честно, я уже вижу, что сосна вся в снегу, сосна вся в снегу, даже трогать ее не нужно, пусть растет, ждем тепла, все отойдет и все хорошо пойдет, а здесь у нас, как вы помните, я снимал видео, 4 части почти, про черенки стоят, ну все зеленые пока, довольно таки хорошо выглядят, но сетка помогла, ну нежелательно, чтобы на них снег, если на другие растения, это нормально, на эти нежелательно, в принципе вся мелкая под снегом, будем ждать пока отойдет, а потом обзор снимем, конечно же, вот тут у нас растет однолетка, вы можете представить, что здесь однолетка, я, видите, она вся под снегом ушла, вся под снегом, если посмотреть, сейчас вот под доской мы посмотрим, найдем получше, вот под доской вот однолетка ель, здесь отрывать даже боюсь ее, она вся во льду, ничего страшного не будет, один год был, у меня дождик прошел, и она полностью замерзла, полностью, здесь все, здесь сидит, вот у нас однолетка, и прекрасно себя чувствует, здесь у нас туя колоновидная, но она была с одного бока, не совсем, поэтому ее все обстригли, опять стволами, опять скажите, что Женя мучает растения, но ничего страшного, с ними не будет, подрастут я их, формирую, я думаю, прекрасно все будет выглядеть, вот еловый микс, кто постоянно спрашивает, говорит, а вот там можно видеть ту, посаженную осенью, видите каким цветом она, бурая такая, но если она, как я всегда говорю, не ломается, не отсыпается, значит она живая, но в мороз не желательно так делать, сейчас у нас все равно минусовая температура, поэтому не будем изгаляться над растениями, можжевельник скальный, вот здесь ветра хорошие, вот можжевельник уже четвертый год сидит, вот его так загнуло, вот думать, перед чем сажать, ну там у нас тоже туя, ель, там самшит, а вот это вообще положило, положило, но иногда так возьмешь его, потрогаешь и возле корня прям смотришь, что земля ходит, поэтому скорее всего я его буду обрезать в сантиметрах 50, остальное все на черенки и будет много черенков и будем продавать его, а выращивать главное, а потом продавать, ну а там мы посмотрим, потом ну весной может и продадим с десяток, так что у нас тут, тут посажена была сосна и туя про банк, вот можно видеть каким она цветом, на зимнем солнце нормально себя чувствует, а там у нас поле, поле и тишина, но самолеты иногда летают в нужную сторону, так ну а здесь у нас что сейчас покажу, ну это брабанк я рассадил для семян, если честно, ну вы не смотрите, что он такой, бурый, желтый, зеленый, ты там не поймешь какого цвета, скоро он отойдет, он будет прекрасным, они пойдут, весной мы их поправим, к апрелю все зелененькое будет красивенькое, а здесь сосна крымская у нас, ну по виду вся живая, опять же будем смотреть все по весне, потому что рассаживалась осенью, я думаю все будет прекрасно, а вот у соседей ели обыкновенные, ну там сосна обыкновенная, сосну обыкновенную мы не выращиваем, я много раз спрашивают меня, где вы выращиваете, когда вы выращиваете, нет мы не выращиваем, так вдоль забора, вон там у нас МЖО, там барбарис вроде живой, туя тебе повалила, но сейчас бесполезно их что-то трогать, это все в весне, когда все оттает и будет довольно таки хорошая погода, а хорошая погода, это плюсовая погода ночью, плюсовая погода ночью началась, начинаем выкапывать, начинаем рассылку, ёлочки тут, ну скорее всего они до следующего года будут расти, посмотрим, там тоже ёлочки, здесь сосна веемутова, ну она два года переболела, в этом году очень хорошо пойдет, я думаю зеленая тоже не знаю буду пересаживать, будем смотреть, сейчас посмотрим что у нас тут вообще еще интересного есть, ну там смарагт у нас, пройдемся прогуляемся, лучше у нас маточник, посмотрим что там снеговалом, чистить его, ну как бы чистим, тут Себенка, смысла я большого не вижу, чистить его, даже в дорожках с растений ничего не уберешь, ну вот такие вот туйки, вот я пообрезал тут, смотрится она неплохо, но со временем она пойдет, тоже хорошая будет, так тут у нас yellow ribbon, смарагт, который начинниковался, ну цвет да, цвет поменяли, но они первый год сидят, дайте им еще время, они пойдут хорошо, тут ребята у нас будет чисто маточник, маточные растения, вот эта туя коломна вся уберется, туя коломна четырехлетка, кстати сейчас выставлена на продажу, но у меня дома она еще есть, не смотри, что она такая кривенькая, косенькая, все будет нормально, к апрелю, будет очень зеленая, красивая и не такая погнутая, но здесь по моему пятилетка, не четырехлетка, насколько я помню и по цене она самовывозом она идет, четырехлетние саженцы у меня дома и у брата еще на участке, еще не успели перенести, но я видео снимал обзор на нее, показывал, ну весной обязательно все перенесем, тут у нас вагончик для коробок, для сбора посылок, тоже навес будем делать, ну вот туя коломна у нас стоит, вот смотрите, я ее сажал в июне 40 градусов жары, я уже про нее и видео снимал, что только не говорил, то есть нормально дерево себя чувствует, нормально прекрасное дерево, можно сажать очень весной, в принципе не проблема, очень неприхотливый, как мог так поливал, ну слава богу, что у меня тут сливается вода и как бы воду со шлангов я сливаю все сюда, а шланги большие имеется ввиду, мото помба работает, там на полянке можно посмотреть кое-что, тут посажены растения, которым ничего в принципе не грозит, так это у нас еловый микс, вот как он выглядит вот он ряд, это манглоу, это можжевельник казацкий, он такой голубой, пихта кавказская, кто хотел видеть больше пихту кавказскую, я сейчас покажу, но для начала вот здесь можжевельнички хэнс, они очень прямые, я не знаю пойдут ли они хорошо, а здесь у нас можжевельник пайнтфайдер, туя и лоу риббон, опять лиственница, все-таки одну я обрезал, вот одну оставил, посмотрю что с ней вообще будет, тут у нас пайнтфайдер опять, я честно, ну он хорошо на черенки потом пойдет, а вот пихта кавказская нормана, уже довольно большая, имеет очень крупные хорошие четыре почки, так посмотрим сейчас, да, крупные хорошие четыре почки, я думаю пойдет в этом году, два года давала вот 10 сантиметров 10, до этого дала почти 25 сантиметров, я думаю в этом году очень хороший прирост у нее будет, так что я хотел рассказать, уважаемые друзья, на нашем сайте изменился порядок оплаты, мы сейчас работаем с интернет эквайрингом, то есть с кассой, все кассовые теги уходят в налоговую и к вам, и поэтому, поэтому я вас прошу, делайте заказ, к вам приходит ссылка и по ней оплачиваете, сейчас такой только порядок оплаты, опять же оплата вся на нашем сайте, ни ватсапов, ничего другого, я не могу принять, вы поймите, что нам нужен номер заказа, номер заказа, который должен у нас, отразиться в папке, в личном кабинете, в вашем, в нашем, и мы по нему работаем до того, как мы вам отправим посылку, и пока вы ее не получите, вы знаете номер заказа, что-нибудь не пошло не так, это редко бывает, что-нибудь там забыли, где-то потеряли, это все начинается, вы говорите номер заказа и тогда мы сможем его отследить, а вот это, когда говорят, давайте я вам по ватсапу напишу там, десять того, десять того, десять того, это не пойдет, ватсап у меня сообщений приходит очень много, поэтому постарайтесь сделать с ватсапа, я понимаю, что многие пожилые люди не могут этого сделать, ну здесь я попрошу, конечно, родственник, более молодых детей, помочь людям приобрести, это, конечно же, опять же проверить нас, это ради бога, ННН сбиваете в Яндекс, и все выходит наша вся подноготная, но опять же я на ютубе, никуда не скрываясь, на ватсапе все мои номера телефонов, ой, на ватсапе, я извиняюсь, на сайте, вверху все соцсети, главное, что делать, просмотреть, а там уже, конечно, что заказывать и как думать вам, я тут выращиваю растения для того, чтобы вы и снимаю, вернее, растения для того, чтобы вы видели, как и делаю это я, и где-то вы, может быть, сделайте лучше, где, может быть, сделайте так же, но я выращиваю, как я выращиваю, и поэтому мое мнение, и мои консультации не могут быть истинной последней инстанции, все, находил тут опять, здесь, в принципе, на питомнике у нас вот сторож, и все, больше тут нечего даже ходить, вот он ходит туда-сюда, по камерам все видит, в принципе, но снег часто идет, сейчас не успевает чистить, чистим только для того, чтобы немного транспорт выезжал, а тут у нас уже, сейчас просто я жду на питомнике, должны привезти коробки, коробки мы заказываем в специальном магазине, они почтовые, ну, плотно укладываются, и поэтому, ну, они довольно хорошие коробки, я уже не один год им пользуюсь, тут у нас прихожечка, тут мы работаем, как упакован, я вставлю, по-моему, постараюсь видео, ну, вот так перебирается и упаковывается, покажи одну, пожалуйста, нет, на камеру, ну, вот и можно видеть, сколько на ней почек, корневую тоже можно видеть, вот такая елка-двухлетка, мы упаковываем сейчас, это заказ большой, там около тысячи штук заказали, здесь пакетики по 50 штук, что хотел сказать, по приходу к вам, вы берете, берете комп, ставите в воду, вот так вот, вот, по эти прям, пусть туда вода заполнится, пусть два-три часа постоит, а потом, затем, начинаете рассаживать, ну, или можно оставить, ведь прекрасная ель, то есть, сажайте, доращивайте, на сайте есть рекомендации, как по доращиванию, там, как построить грядку, как, какую землю нужно, как я сажаю, на ютубе все есть, поэтому подписывайтесь на канал ютуб, подписывайтесь на другие соцсети, на дзен, на рутуб, там, на что, что душа пожелает, телеграм тот же, тоже хорошо идет, поэтому, ну, мы будем собирать, будем показывать, сейчас, вот, посылки все соберем, я думаю, даже до пункта СДК, ком влажный, с гидрогелем, все, так, такая упаковка доходит до Южного Сахалинска, 12 дней и, в принципе, она хорошо себя чувствует, так, давайте я еще расскажу вам, по поводу семян, вопросы сейчас пошли, по поводу семян, продаете ли вы семена, семена мы не продаем, мы собираем их сами, нанимаем вышку, то все сушим, чистим и затем уже сеем, ну, во-первых, мы продаем не потому, что мы такие жадные, а потому, что, извините, у нас, нам самим не хватает их, семян год на год не приходят, в этом году, например, туя колоновидная, очень много дала, и поэтому там около трех, по-моему, трех литровых банок, не было ни сосны крымской, не было ни ели колючей, опять же, по открытой корневой системе, я много раз говорил, уважаемые друзья, я не выращиваю ни в П-9, ни в П-8, ни в П-17, там в С-73, я все выращиваю в открытом грунте, мы приехали сюда, выкопали с комом, если большую, если нет, мы вам запаковали, все растет нормально, приживается хорошо, поэтому, некоторые пишут, тут где, где наши П-9, П-9, вообще считаю, контейнер, это тюрьма для растений, да, а где он доставлен, он должен был по адресу, связаться с оператором нужно, вот видите, добрый день, Татьяна, я бы хотел узнать, сегодня должны были привезти груз, и я вот сижу, жду его, подскажите номер грозы, пожалуйста, скажите, что нам эту чухню, доставка выполняется сегодня с 9 до 5 часов, можете номер телефона водителя записать, записать, мне с удовольствием, говорите, так, ключи взяли, земля, гидрогель, пакеты, все, упаковка, это все, ну коробка будет там, сейчас пойдемте посмотрим в тот вагончик, что у нас там, потом вернемся туда, надеюсь тут нагреется, домой может бегать успею, газон, водовозка, не машина, а сила, ну потом я как-нибудь про нашу технику сниму отдельное видео, какое есть, потому что у нас новый товарищ появляется скоро, Федя, Федя приедет, так, вот и коробки, коробки тут уже, ну да здесь тепло, вот у нас тут весы, будет тут делаться, все будет хорошо, я думаю, к 1 апреля будет все готово, сейчас коробки выгрузим сюда, картон опять же прокладки, все это под растение, замок под замерз, теперь маслица надо было бы, ладно пусть открыты пока, затем придем, ну вот такие вот дела у нас, но опять же, вот этот можжевельник скорее всего будет продаваться, не будет так, я его обстребу, сделал по 50 сантиметров и остальное все на черенки пущу, сетку сейчас повесить бы, но ветра были хорошие, сейчас нежелательно, прохладненько, можно порвать стяжки и стяжки толком, надо потеплее, чтобы было, остальное как бы все нормально тут, так, бочка у нас нормально, приехали меня сейчас выгонять будут отсюда, охрана, 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 встает охрана, так, здесь у нас что у нас тут, итак уважаемые друзья, на этом все, с вами был Евгений Филимонов, вы находились на канале питомника хвойный дворик, переходите по описанию, ссылка будет на наш сайт, заказывайте сениц хвойных, пока, что то, что есть, то и отправляем, на осень, напоминаю, начнется прием заказов где-то в конце июня, июня.